В этих лагерях для военно-пленных, так же, как для гражданского населения, производились истребления и истязания, называемые немцами фильтрация, экзекуция, специальный режим. Мрачную память оставил о себе созданный немцами Гросс-Лазарет в городе Славута. Всему миру известны зверства, чинившиеся немцами в отношении советских военнопленных и военнопленных других демократических государств в Освинциме, Майданике и многих других лагерях. Здесь действовали директивы германской полиции безопасности ИСД, разработанные совместно со штабом Верховного Главнокомандования вооруженными силами, начальником которого являлся подсудимый Кейтер. В оперативном приказе номер 8 говорилось, экзекуции не должны производиться в лагере или в непосредственном соседстве с лагерем. Если лагери генерал-губернаторства находятся в непосредственной близости от границы, то пленных для специальной обработки следует по возможности отвозить в бывшие советские районы. Если экзекуции потребуются вследствие нарушения лагерной дисциплины, то в этом случае начальник оперативной команды должен обратиться к коменданту лагеря. Деятельность зондеркоманд санкции командующих армейским тылом районных комендантов по делах военнопленных должна проходить так, чтобы фильтрация проводилась по возможности незаметно, а ликвидация должна производиться без промедления и на таком расстоянии от самых пересыльных лагерей и населенных пунктов, чтобы это не было известно остальным военнопленным и населением. В приложении номер 1 к оперативному приказу номер 14 начальника полиции безопасности ИСД, датированном Берлин 29 октября 1941 года, номер 21Б-41 рекомендуется следующий порядок проведения экзекуции. Начальники оперативных групп под свою ответственность решают вопросы об экзекуции, дают соответствующие указания зондеркомандам. Для проведения установленных данными директивами мер командам надлежит требовать от руководства лагерей выдачи им военнопленных. Верховным командованием армии дано указание командирам об удовлетворении подобных требований. Экзекуции должны производиться незаметно, в удобных местах и во всяком случае не в самом лагере или в непосредственной близости от него. Необходимо следить за немедленным и правильным погребением трупов. О том, как все вышеуказанные директивы выполнялись, говорит донесение оперативной команды оберштурмбанн-фюрера Липпера бригад-фюреру доктору Томасу в Виннице от декабря 1941 года. В этом донесении указывается, что в лагере в Виннице после так называемой фильтрации лагеря осталось всего 25 человек, которые могли быть отнесены к категории подозрительных. Это ограниченное количество, говорится в донесении, объясняется тем, что местные органы повседневно предпринимали необходимые мероприятия по линии полиции безопасности против отрицательных элементов в стационарных лагерях военнопленных в контакте с комендантами или соответствующими офицерами контрразведки. Таким образом, помимо массовых казней, проводившихся специально созданными для этого зондеркомандами, широко практиковалось систематическое истребление советских людей комендантами и находящимися в их подчинении командами лагерей для советских военнопленных. В материалах чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний, творившихся немцами на временно захваченных территориях СССР, в нотах народного комиссара иностранных дел Молотова по поводу истребления военнопленных и жестокого обращения с ними, приводится многочисленные факты этих чудовищных преступлений гитлеровского правительства и немецкого верховного главнокомандования. В ноте народного комиссара иностранных дел Молотова от 25 ноября 1941 года о возмутительных зверствах германских властей в отношении советских военнопленных, направленной всем послам и посланникам стран, с которыми СССР имеет дипломатические отношения, указано, что красноармейцы подвергались со стороны германского военного командования и германских воинских частей зверским пыткам, истязаниям и убийством беззащитных, больных и раненых красноармейцев, находившихся в лагерях, фашистские изуверия прикалывали и расстреливали на месте, насиловали медицинских сестер и санитарок, зверски убывали представителей медицинского персонала. На основании директив германского правительства и верховного главнокомандования ввелся специальный учет жертв экзекуции. Так, в директиве, данной в приложении номер два к приказу Гейдриха номер восемь, указывается о необходимости вести учет произведенных экзекуций, то есть уничтожения военнопленных в последующей форме. Первое, текущий номер. Второе, фамилия, имя. Третье, время и место рождения. Четвертое, профессия. Пятое, последнее место жительства. Шестое, основание экзекуции. Седьмое, день и место экзекуции. Дальнейшая конкретизация заданий зондеркомандам по уничтожению советских военнопленных была дана в оперативном приказе начальника полиции безопасности СД номер 14 от 29 октября 1941 года. К числу зверств в отношении советских военнопленных нужно отнести проведение клеймения их особыми опознавательными знаками, которые были установлены специальными распоряжениями германского верховного главнокомандования от 20 июля 1942 года. В этом распоряжении предусматриваются следующие способы клеймения. Поверхностный порез натянутой кожи делается с помощью раскаленного ланцета смоченного китайской туши. Гаагская конвенция 1907 года о военнопленных предписывает не только обращаться с пленными гуманно, но и уважать их патриотические чувства, не использовать их силы в борьбе против своего же отечества. Глава третья конвенции о законах и обычаях войны запрещает воюющему принуждать подданных противной стороны принимать участие в военных действиях, направленных против их страны, даже в том случае, если они были на его службе до начала войны. гитлеровцы попрали и этот элементарный принцип международного права. Избиением и угрозами расстрела они заставляли пленных работать в качестве ездовых на повозках, на машинах и транспорте, перевозящем боеприпасы и другие военные грузы на фронт, в качестве подножчиков боеприпасов на огневые позиции, в качестве вспомогательного состава противовоздушной артиллерии и так далее. В Ленинградской области, в районе Ельни Смоленской области, в Гомельской области Белорусской ССР, в Полтавской области и в других зарегистрированы были случаи, когда германское командование во время атак гнало под угрозой расстрела пленных красноармейцев впереди своих наступающих колонн. Массовое истребление советских военнопленных, установленное специальным расследованием, произведенными чрезвычайной государственной комиссией, находит также подтверждение в документах германской полиции и верховного главнокомандования, захвачены советскими и союзными войсками на немецкой территории. В этих документах констатируется, что много советских военнопленных умирало от голода, от цепного типа и других болезней. коменданты лагерей запрещали гражданскому населению доставлять продукты военнопленных и обрекали их на голодную смерть. Во многих случаях военнопленные, которые не могли идти в походном порядке вследствие голода и истощения, расстреливались на глазах гражданского населения и трупы их оставались неубродными. В многочисленных лагерях совершенно не заботились о жилье для военнопленных. Под дождем и снегом лежали они под открытым местом. Им не было дарно даже инструмента, чтобы вылить себе ямы или норы в земле. Можно было слышать рассуждения гитлеровцев «Чем больше пленных умерло, тем лучше для нас». На основании всего изложенного выше я от имени советского правительства и советского народа заявляю о том, что ответственны мы за кровавую расправу с советскими военнопленными в нарушении всех общепризнанных законов и обычаев ведения войны являются преступные гитлеровское правительство и германское верховное главнокомандование, представители которых занимают скамью подсудимых. Угон в рабстве. В длинной цепи подлых преступлений немецко-фашистских оккупантов особое место занимал насильственный угон в Германию на рабско-крепостнический труд мирных граждан, мужчин, женщин и детей. Документы свидетельствуют, что гитлеровское правительство и германское верховное командование осуществляло угон в немецкое рабство советских граждан путем обмана, угроз и насилие. Советские граждане продавались фашистскими насильниками в рабство, предприятиям и частным лицам в Германии. Невольники были обречены на голод, зверское обращение и в конечном итоге на мучительную смерть. Я в дальнейшем остановлюсь на бесчеловечных варварских директивах, распоряжениях и приказах гитлеровского правительства и верховного командования, которые издавались в целях осуществления угона советских людей в немецкое рабство и за которые несут ответственность привлеченные по настоящему делу подсудимые в частности Геринг, Кейтель, Розенберг, Заукель и другие. Имеющиеся в распоряжении советского обвинения документы за фаршные Красной Армии в штабах разгромленных немецко-фашистских войск изобличают подсудимых в совершенных ими злодеяниях. В докладе на заседании Германского Трудового фронта в ноябре 1942 года Розенберг привел факты и цифры подтверждающие огромные масштабы организованного Заукелем угона советских людей на рабско-крепостнический труд в Германии. 7 ноября 1941 года в Берлине состоялось секретное совещание, на котором Геринг дал своим чиновникам указания об использовании советских людей на принудительных работах. Эти указания нам стали известны из документа, являющегося секретным циркуляром номер 42 206 дробь 41 хозяйственного штаба германского командования на Востоке от 4 декабря 1941 года. Вот что гласили эти указания. Первое. Следует использовать русских людей главным образом для дорожного строительства, строительства железных дорог и уборочных работ, разминирования и устройства аэродрома. Следует расформировать расформировать немецкие строительные батальоны, например, военно-воздушного флота. Немецкие квалифицированные рабочие должны работать в военной промышленности. Они не должны копать землю и разбивать камни. Для этого существуют русские. Второе. Русского необходимо использовать в первую очередь на следующих участках работы горное дело, дорожное строительство, военная промышленность, танки, орудия, аппаратура для самолетов, сельское хозяйство, строительство, крупные мастерские, сапожные мастерские, специальные команды для срочных непредвиденных работ. Третье. При применении мер поддержания порядка решающим соображением являются быстрота и строгость. Должны применяться лишь следующие разновидности наказания без промежуточных ступеней лечения питания и смертная казнь решением военно-полевого суда. Главным уполномоченным по использованию рабочей силы приказом Гитлера от 21 марта 1942 года был назначен подсудимый Фридс Заукин. 20 апреля 1942 года Заукин разослал в строго секретном порядке правительственным и военным органам свою программу главного уполномоченного по использованию рабочей силы, которая по своей подлости не уступает указанному выше циркуляру. Вот что говорится в этой программе. Крайне необходимо полностью использовать в оккупированных советских областях имеющиеся людские резервы. Если не удастся добровольно привлечь нужную рабочую силу, то необходимо немедленно приступить к мобилизации или к принудительному подписанию индивидуальных обязательств. Наряду с уже имеющимися военнопленными, находящимися в оккупированных областях, главным образом необходима мобилизация гражданских квалифицированных рабочих и работниц из советских областей в возрасте старше 15 лет для использования их на работе в Германии. Для того, чтобы заметно разгрузить от работы крайне занятую немецкую крестьянку, фюрер поручил мне доставить в Германию из восточных областей 400-500 тысяч отборных здоровых и крепких девушек. Обвинением представлен трибуналу еще один секретный документ относительно использования работниц из восточных областей в домашнем хозяйстве Германии. Этот документ представляет собой выдержки из протокола заседаний Узаукеля состоявшегося 3 сентября 42-го года. Приведу некоторые из этих выдержек. Первое. Фюрер распорядился о немедленном привлечении 400-500 тысяч украинских женщин в возрасте от 15 до 35 лет для использования их в домашнем хозяйстве. Второе. Фюрер в категорической форме выразил желание одемечить большое число этих девушек. Третье. По воле фюрера через 100 лет в Европе должно жить 250 миллионов человек говорящих по-немецки. четвертое. Рассматривать этих работниц из Украины как работниц Востока и делать на них метку Восток-Ост. Пятое. Гаулейтер Заволкель добавил, что независимо от привлечения работниц в домашнее хозяйство предусмотрено использование дополнительно миллиона рабочих рук с Востока. Шестое. Ссылка на трудные условия доставки хлебных запасов из других стран Германии его совершенно не трогает. Он нашел бы пути и средства для использования украинского хлеба и скота, мобилизуя всех евреев Европы, установив из них живую цепь для передачи тары на Украину. Предвидя неизбежность провала мероприятий по насильственной вербовке советских людей на работу в Германию заукер секретной инструкции от 31 марта 1942 года номер 578028 дробь 729 приказывал. Вербовка, за которую вы отвечаете, должна форсироваться всеми доступными мерами, включая суровое применение принципа принудительности труда. Заукер и его агенты применяли все возможные средства давления и террора, чтобы выполнить вербовочные планы. Обреченных на эту вербовку советских людей морили голодом, завлекали на вокзалы под предлогом раздачи хлеба, поцепляли солдатами, под угрозой расстрела грузили в эшелоны и отправляли в Германию. Но и эти насильственные меры не помогали, вербовка не удавалась. Тогда Заукер и его агенты прибегли к разведке. Об этом свидетельствует приказ германского коменданта, запаченный войсками Красной Армии при освобождении оккупированной части Ленинградской области следующего содержания. Волостным бургомистом. Так как до сих пор на работу в Германии заявилось очень малое количество людей, то каждый волостной бургомист должен совместно со старостами деревень поставить еще по 15 и больше человек с каждой волости для работы в Германии. Поставить людей поздоровее и в возрасте от 15 до 50 лет. Начальник политической полиции и службы безопасности в Харькове в своем докладе по положению в городе Харькове с 23 июля по 9 сентября 1942 года доносил вербовка рабочей силы доставляет соответствующим учреждениям беспокойство ибо среди населения наблюдается крайне отрицательное отношение к отправке на работу в Германию. Положение в настоящее время таково, что каждый всеми средствами старается избежать вербовки, притворяется больными, бегут в леса, подкупают чиновников и так далее. О добровольной отправке в Германию уже давно не может быть и речи. В отношении советских граждан, угнанных в немецкое рабство, был установлен самый зверский режим, о чем свидетельствует громадное количество жалоб и заявлений, собранных чрезвычайной государственной комиссией по восстановлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Такой же участи подвергались угнанные в немецкое рабство граждане Польши, Чехословакии и Югославии. Разрушение городов и сел, разграбление общественной и частной собственности, осуществляя свои западнические грабительские планы, гитлеровцы систематически разрушали города и села, уничтожали ценности, созданные трудом многих поколений, грабили мирное население. Совместно со своими сообщниками, преступными правительствами Финляндии и Румынии, гитлеровцы разработали планы уничтожения крупнейших городов Советского Союза. В документе, исходящем от руководства морской войны от 29 сентября 1941 года о заглавленном будущем города Петербурга указывается фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. Финляндия точно так же заявила о своей незаинтересованности в дальнейшем существовании города непосредственно у ее новой границы. 5 октября 1941 года Гитлер обратился к Антонесску с письмом, специальной целью которого являлось согласование плана Захвата и разрушения города Одесси. В приказе германского верховного главнокомандующего от 7 октября 1941 года за подписью подсудимого Иодля предписывалось снести с лица земли Ленинград и Москву. И для всех других городов, говорит приказ, должно действовать правило, что перед их занятием они должны быть превращены в развалины артиллерийским огнем и воздушными налетами. Недопустимо рисковать жизнью немецкого солдата для спасения русских городов от огня. Эти указания немецкой центральной власти широко осуществлялись военачальниками разных чинов и рангов. Так в подписанном полковником Шитник приказе по 512 немецкому пехотному полку предписывалось превращать захваченные гитлеровцами районы и области в зону пустыни. Для того, чтобы это злодейство дало наиболее разрушительные результаты, приказ подробно развивает план уничтожения населенных пунктов. Подготовка разрушения населенных пунктов говорится в приказе должна производиться так, чтобы а. до объявления об этом у гражданского населения не возникало никаких подозрений. Б. Разрушение могло начаться сразу одним ударом в назначенное время в соответствующий день населенных пунктов. нужно особо строго следить за тем, чтобы никто из гражданских лиц не покинул этого пункта, в особенности с момента объявления о разрушении. Приказ от 24 декабря 1941 года командира 98 германской пехотной дивизии так и называется программа разрушений. В этом приказе даются конкретные указания по уничтожению ряда населенных пунктов и предлагается имеющиеся запасы сена, соломы, продуктов и так далее сжечь. Все печи в жилых домах вывести из строя закладыванием ручных гранат и сделать таким образом невозможных их дальнейшее употребление. Этот приказ ни в коем случае не должен попасть в руки противника. Были образованы специальные команды поджигателей, бакерщиков, продававших огню, созданные трудом поколений ценности. Я хочу остановить ваше внимание, господа судьи, на документе известном под названием директиве по руководству экономикой во новокупированных восточных областях «Зеленая папка». Автором этих директив является Гернг. Этот секретный документ датирован Берлин июнь 1941 года. Я приведу из этого документа только несколько цитатов. Первая цитата. Согласно приказам фюрера Гитлера необходимо принять все меры к немедленному и полному использованию оккупированных областей в интересах Германии. Получить для Германии как можно больше продовольствия и нефти такова главная экономическая цель компании. Наряду с этим германской промышленности должны быть даны и прочие сырьевые продукты из оккупированных областей. Первой задачей является наиболее быстрое осуществление полного продовольственного снабжения германских войск за счет оккупированных областей. Вторая цитата. Совершенно неуместно мнение о том, что оккупированные области должны быть возможно скорее приведены в порядок, а экономика их восстановит. Восстановление порядка должно проводиться только в тех областях, в которых мы можем добыть значительные резервы сельскохозяйственных продуктов и нефти, а в остальных экономическая деятельность должна ограничиваться использованием обнаруженных запасов. Третья цитата. Все нужные нам сырьевые товары, полуфабрикаты и готовую продукцию следует изымать из торговли путем приказов, реквизиций и конфискации. Немедленный сбор и вывоз в Германии платины, магния и каучука, выявленные в рефронтовой полосе и головых областях продукты питания, а также средства питового и личного потребления и одежды поступают в первую очередь в распоряжение хозяйственных отделов для удовлетворения потребностей войск. непринятые ими передается последующей военно-экономической инстанции. Как я уже говорил в начале, основной целью нападения Германии на Советский Союз являлось ограбление советской страны, получение экономических ресурсов, необходимых гитлеровской Германии, без которых она не могла осуществить свои империалистические агрессивные замысли. Зеленая папка Геринга представляла собой заранее разработанную фашистскими заговорщиками широкую программу организованного ограбления Советского Союза. Этот план предусматривал конкретные планы грабежа насильственное изъятие ценностей, организацию рабовладельческого труда в наших городах и селах, отмену заработной платы на предприятиях, бесконтрольный выпуск ничем не обеспеченных денежных запасов и так далее, денежных знаков и так далее. Для осуществления этого грабительского плана было предусмотрено создание специального аппарата с собственным хозяйственным командованием, экономическими штабами, со своей разведкой, инспекциями, воинскими частями, отрядами по сбору средств производства, отрядами по сбору сырья, военными агрономами, сельскохозяйственными офицерами и так далее. Вместе с наступающими немецкими войсками продвигались команды экономического отдела армии. Задача которых заключалась в установлении запасов зерна, скота, топлива и иного имущества. Эти команды были подчинены находившейся в тылу особой хозяйственной инспекции. Вскоре же после нападения на Союз Советских Социалистических Республик указом Гитлера от 29 июня 1941 года все руководство ограблением оккупированных территорий было возложено на подсудимого Геринга. Герингу этим указом было предоставлено право принимать все меры, которые требуются, для максимального использования найденных запасов и экономической мощи в интересах германской военной экономики. Подсудимый Геринг осуществлял свое руководство грабительскими действиями немецких воинских и экономических отрядов с величайшим усердием. на совещании на совещании 6 августа 1942 года с рейхском сарами и представителями военного командования Геринг требовал усилить ограбление оккупированных областей. «Вы посланы туда», указал Геринг, «не для того, чтобы работать на благосостояние веренных вам народов, а для того, чтобы выкачать все возможное». И далее. «Я намереваюсь грабить и именно эффективно». Как установлено в Чрезвычайной Государственной Комиссии, выполнение этих директив Геринга проводилось имперскими министрами и представителями немецких фирм, которым были подчинены различного рода хозяйственные группы, технические батальоны, экономические штабы и хозяйственные инспекции. Особенно активно расхищали имущество Советского Союза немецкие фирмы Фридрих Круп и компания, Герман Геринг, Симен Шукер, Горно-металлургическое общество «Восток», Акционерное общество групп «Север», Генрих Латт, Ландмашленбаум индустрии, Ихфарбен индустрии, и многие другие. Грабя и расхищая государственное и частное имущество, гитлеровские западщики обрекали нагол и смерть населения разграбленных районов. В приказе фельдмаршала Рейхенау от 10 октября 1941 года, который был разослан как образцовый всем германским частям с упоминанием о том, что Гитлер признал этот приказ превосходным, содержится следующее подстрекательство к грабежу и истреблению населения. Снабжение питания местных жителей и военных, и военно-пленных является ненужной гуманностью. В заметках в освещании в Ровну 26-28 августа 1942 года, найденных в архиве подсудимого Розенберга, указывается, цель нашей работы заключается в том, что украинцы должны работать на Германии, что мы здесь не для того, чтобы осчастливить этот народ. Украина может дать то, чего не хватает в Германии. Эта задача должна быть выполнена, невзирая на потери. Следуя указаниям подсудимого Геринга, местные органы власти производили полное и беспощадное ограбление населения оккупированных территорий. В приказе, обнаруженном частями Красной Армии, в ряде пунктов Курской и Орловской области, дается перечень имущества подлежащего передаче военной власти. В приказе упоминаются такие предметы, как весы, мешки, соль, лампы, кастрюли, клеенки, шторы, патефоны с пластинками. Все это имущество, говорится в приказе, должно быть доставлено в комендатуру, выновленные в нарушение данного приказа, будут расстреливаться. Разрушение и разграбление культурных и научных ценностей, монастырей, церквей и других учреждений религиозного культа. Своей лютой ненависти к советскому народу и его культуре немецкие зафатчики уничтожали учреждения науки и искусства, исторические и культурные памятники, школы и больницы, клубы и театры. Никакие исторические или художественные ценности на Востоке, указывал в своем приказе фельдмаршал Рейхенау, не имеют значения. Разрушение исторических и культурных ценностей, осуществлявшиеся гитлеровцами, приняло огромные размеры. Так, в письме генерального уполномоченного Белоруссии, адресованном Розенбергу 29 сентября 1941 года, говорится, согласно отчету майора 707-й дивизии, который сегодня передал мне остальные ценности, эсэсовцы оставили остальную часть картин и произведений искусства на разграбление вооруженным силам, в том числе и весьма ценные картины и мебель 18-го и 19-ых столетий, вазы, мраморные скульптуры и так далее. Полностью разрушен также и исторический музей. Из геологической секции похищены ценные, драгоценные и полудрагоценные камни. В университете были бессмысленно разрушены или похищены инструменты, ценность которых составляет сотни тысяч марок. На территории временно западченных фашистами районов Московской области оккупанты разрушили и разграбили 112 библиотек, 4 музея и 54 театра и кинотеатра. гитлеровцы разграбили и сожгли знаменитый музей в Бородино, исторические реликвии которого, относящиеся к войне отечественной 1812 года, особенно дороги русскому народу. Оккупанты разграбили и сожгли дом музея Пушкина в поселке Полотняный завод. Немцы уничтожили принадлежавшие Льву Толстому рукописи, книги, картины в Ясной Поляне. Могилу великого писателя немецкие варвары осквернили. Оккупанты разграбили Белорусскую Академию наук, схранившейся в ней редчайшей коллекцией исторических документов и книг. Уничтожили сотни школ, клубов, театров в Белоруссии. Из Павловского дворца в городе Слуцке вывезена в Германию ценнейшая дворцевая мебель, созданная крупнейшими мастерами XVIII века. Из Петергофских дворцов немцы вывезли все оставшиеся там лепные и резные украшения, ковры, картины, статуи. Большой Петергофский дворец, заложенный еще при Петре I, после ограбления был варварски сожжен. Немецкие вандалы уничтожили Одесскую государственную публичную библиотеку, насчитывавшую более двух миллионов томов. В Чевридигове расхищена знаменитая коллекция украинских древностей. В Киево-Печерской лавре немцы зафотили документы из архивов киевских митрополитов и книги из личной библиотеки Петра Могилы, собравшего ценнейшие памятники мировой литературы. Они разграбили ценнейшие коллекции Львовского и Одесского музеев, вывезли в Германию, а частично уничтожили богатство Винницкой Полтавской библиотеки, где хранились редчайшие экземпляры средневековой рукописной литературы, первые печатные издания XVI и XVII веков, старинные церковные книги. Повсеместными грабежами в оккупированных районах СССР, производившимися по прямому приказу германское правительство, руководили не только подсудимые Геринг, Розенберг и находившиеся в их подчинении различные штабы и команды. Этим же занималось и Министерство иностранных дел, возглавляемое подсудимым Риббентропом через специальное формирование. Об этом свидетельствует заявление оберштурмфюрера 4-й роты батальона особого назначения войск СС доктора Нормана Ферстера, которое было в свое время опубликовано в печати. В своем заявлении Ферстер указал В августе 1941 года, будучи в Берлине, я с помощью моего старого знакомого Берлинскому университету доктора Фоке, работавшего в отделе печати Министерства иностранных дел, был откомандирован из 87-го противотанкового дивизиона батальон особого назначения при Министерстве иностранных дел. Этот батальон был создан по инициативе Министра иностранных дел Риббентропа и действовал под его руководством. Задача батальона особого назначения состоит в том, чтобы немедленно после падения крупных городов зафатывать культурные и исторические ценности, библиотеки научных учреждений, отбирать ценные издания книг, фильмы, а затем отправлять все это в Германию. И далее. Богатые трофеи нам до столиц в библиотеке Украинской Академии наук, где хранились редчайшие рукописи персидской, абиссинской, китайской письменности, русские и украинские летописи, первые экземпляры книг, напечатанных русским первопечатником Иваном Федоровым, и редкие издания произведений Шевченко, Мицкевича, Ивана Франкова. Наряду с варварским разрушением и разграблением сел и городов и памятником национальной культуры гитлеровцы издевались и над религиозными чувствами верующей части советского населения. Они сожгли, разграбили, уничтожили и осквернили на советской территории 1670 церквей, 237 римско-католических костелов, 69 часов 532 синагоги и 258 других зданий, принадлежащих учреждениям религиозных культов. Они разрушили Успенскую церковь знаменитой Киево-Печерской лавры, построенную в 1073 году, а вместе с нею и 8 монастырских корпусов. В Чернигове немецко-фашистские войска разрушили древний Борисоглебский собор, построенный в начале XII века. Собор Полоцкого Ефросиньего монастыря, построенного в 1160 году, и церковь Параскеве-Пятнице на Торгу, ценнейший памятник русской архитектуры XII века. В Новгороде были разрушены гитлеровцами Антониев, Хутынский, Зверин, Деревянницкий и другие древние монастыри, знаменитая церковь Спаса-Нередицы и ряд других церквей. Немецкие солдаты глумились над религиозным чувством людей. Они надевали на себя церковное облачение, держали в церквях лошадей и собак. Из икон устраивали нары для спонья. В древнем старицком монастыре части Красной Армии обнаружили наваленные штабелямы, раздетые трупы замученных пленных красноармейцев. Ущерб, причиненный Советскому Союзу в результате разрушительных и грабительских действий германских воинских частей, чрезвычайно велик. Немецкие армии и оккупационные власти, выполняя директивы преступного гитлеровского правительства и верховного военного командования, разрушали и грабили захваченные ими советские города и села, промышленные предприятия и колхозы, разрушали памятники искусства, уничтожили, раскищали и вывозили в Германию оборудование, запасы сырья, материалов и готовой продукции, художественные и исторические ценности, производили всеобщее ограбление городского и сельского населения. На территории Советского Союза, подвергавшейся оккупации, на территории, на территории, Советского Союза, подвергавшейся оккупации, проживало до войны 88 миллионов человек. Воловой выпуск промышленной продукции составлял 46 миллиардов рублей в неизменных государственных ценах 1926-1927 годов. Было 109 миллионов голов скота, в том числе 31 миллион голов крупного рогатого скота и 12 миллионов лошадей, 71 миллион гектаров посевов сельскохозяйственных культур, 122 тысячи километров железнодорожной колеи. Немецко-фашистские западщики полностью или частично разрушили и сожгли 1710 городов и более 70 тысяч сел и деревень. Сожгли и разрушили свыше 6 миллионов зданий и лишили крова около 25 миллионов человек. Среди разрушенных и наиболее пострадавших городов крупнейшие промышленные и культурные центры Сталинград, Севастополь, Ленинград, Киев, Минск, Одесса, Смоленск, Новгород, Псков, Орел, Харьков, Воронеж, Ростов-на-Дону и многие другие. Немецко-фашистские западщики разрушили 31 тысячу 850 промышленных предприятий, на которых было занято около 4 миллионов рабочих. Уничтожили или вывезли 239 тысяч электромоторов, 175 тысяч металлорежущих станков. Немцы разрушили 65 тысяч километров железнодорожной колеи, 4100 железнодорожных станций, 36 тысяч почтово-телеграфных учреждений, телефонных станций и других предприятий связи. Немцы уничтожили или разрушили 40 тысяч больниц и других лечебных учреждений, 84 тысячи школ, техникумов, высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, 43 тысячи библиотек общественного пользования. Гитлеровцы разрушили и разграбили 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов и 2890 машино-тракторных станций. Зарезали, отобрали или угнали в Германию 7 миллионов лошадей, 17 миллионов голов крупного рогатого скота, 20 миллионов голов свиней, 27 миллионов овец и коз, 110 миллионов голов домашней птицы. Общий ущерб, причиненный Советскому Союзу, преступными действиями гитлеровских войск определяется в сумме 679 миллиардов рублей в государственных ценах 1941 года. Неступление против человечности. все подсудимые подготовили, организовали и совершили неподдающиеся описанию никогда в истории не встречавшиеся коштумственные преступления против человечности, против основ человеческой морали и международного права. в формуле обвинения четвертого раздела обвинительного заключения справедливо указывается, что самый план или заговор был организован также с целью совершения преступлений против человечности. Фашистские заговорщики начали совершать преступления против человечности с момента образования гитлеровской партии. Эти преступления приобрели огромные масштабы после прихода гитлеровцев к власти. Организованный в 1933 году концентрационный лагерь в Бухенвальде и в 1934 году лагерь в Дахау оказались лишь бледными прообразами майданика посвенцима славуты многочисленных лагерей смерти учрежденных гитлеровцами на территории Латвии Белоруссии Украины. Самый приход гитлеровцев к власти был ознаменован многими провокациями которые послужили поводом для совершения тяжких преступлений против человечности. Широкое распространение получила внесудебная расправа гитлеровцев со всеми кто не разделял мировоззрение фашистской клики. Мы лишаем правовой защиты врагов народа. Мы национал-социалисты сознательно выступаем против фальшивой мягкости и фальшивой гуманности. Мы не признаем заумных адвокатских выдумок и хитроумных юридических тонкостей писал Геринг еще в 1934 году в статье опубликованной за океаном в газетах Херста. В одной из статей датированной 1933 годом Геринг ставил себе в заслугу то, что он перестроил все руководство гестапо, подчинив тайную полицию непосредственно себе и организовал для борьбы с политическими противниками концентрационные лагеря. Так, говорил Геринг, возникли концентрационные лагери, в которые мы должны были вскоре подворить тысячи работников аппарата коммунистической и социал-демократической партии. В распоряжении советского обвинения имеются заметки Мартина Бормана найденные в архивах германского министерства иностранных дел зафаченных советскими войсками в Берлине по совещанию у Гитлера 2 октября 1940 года. Этот документ относится к оккупированной Польше. Он будет предъявлен суду. Сейчас цитирую лишь некоторые из содержащихся в нем программных установок гитлеровского руководства. Совещание началось с заявления Франка о том, что его деятельность в генерал-губернаторстве можно назвать очень успешной. Евреи в Баршаве и других городах заперты в гетто, Краков в скором времени будет очищен от евреев совершенно. Не должно существовать польских хозяев, говорилось далее в этом документе. Там, где они будут, как бы жестоко это не звучало, их следует уничтожать. Должны быть уничтожены все представители польской интеллигенции. Это звучит жестоко на таков жизненный закон. Священники будут оплачиваться нам и за это станут проповедовать то, что мы захотим. Если найдется священник, который будет действовать иначе, разговор с ним будет короткий. Задача священника заключается в том, чтобы держать поляков спокойными, глупыми и тупоумными. Это полностью в наших интересах. Последний немецкий рабочий и последний немецкий крестьянин должен всегда стоять в экономическом отношении выше любого поляка. Особое место среди неслыханных злодеяний гитлеровцев занимают их кровавые расправы с славянскими и еврейским народами. Гитлер говорил Раушнингу «После столетий хныканья по защите бедных и униженных наступило время, чтобы мы решили защитить сильных против низших. Это будет одна из главных задач немецкой государственной деятельности на все времена предупредить всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами дальнейшее увеличение славянской расы. Естественные инстинкты повалевают всем живым существам не только завоевывать своих врагов, но и уничтожать их. В прежние дни прерогативой победителя было уничтожать целые племена, целые народы». Вы уже слышали, господа судьи, показания свидетеля Эриха фон Денбах-Залевского об установках Гиммлера, данных им в речи в начале 1941 года. На вопрос представителя советского обвинения свидетель заявил, в речи Гиммлера упоминалось, что нужно сократить число славян на 30 миллионов человек. Вы видите, господа судьи, каких чудовищных масштабов достигли преступные замыслы гитлеровских изуверов. Особенно жестоко расправлялись гитлеровцы с советской интеллигенцией. Еще до нападения на СССР были подготовлены указания о беспощадном уничтожении советских людей по политическим и расовым мотивам. В приложении номер два к оперативному приказу номер восемь начальника полиции безопасности СД от 17 июня 41 года говорилось, прежде всего необходимо выявить всех выдающихся государственных и партийных должностных лиц, в особенности профессиональных революционеров, деятелей коминтерна, всех влиятельных деятелей коммунистической партии СССР и примыкающих к ней организаций в Центральном комитете, в окружных и районных комитетах, всех народных комиссаров и их заместителей, всех бывших политкомиссаров Красной Армии, руководящих лиц государственных учреждений Центрального и Среднего звенья, руководящих лиц в хозяйственной жизни советско-русских интеллигентов и всех евреев. В директиве для команд полиции безопасности ИСД от 17 июня 1941 года указывалось на необходимость применять такие же меры не только к русскому народу, но и к украинцам, белорусам, азербайджанцам, армянам, грузинам, тюркским народностям и другим. Советское обвинение представить суду конкретные документы и факты по этому поводу. В своих планах фашистские заговорщики наметили поголовное уничтожение еврейского населения мира и они проводили это уничтожение на всем протяжении заговорщической деятельности начиная с 1933 года. Мой американский коллега цитировал уже заявление Гитлера от 24 февраля 1942 года о том, что евреи будут уничтожены. В речи подсудимого пранка, опубликованной в Краковской газете 18 августа 1942 года, говорилось, тот, кто пройдет сегодня по Кракову, Львову, Варшаве, Родому или Люблину должен по справедливости признать, что усилия немецкого управления увенчались реальными успехами, евреям больше почти не видать. Зверское уничтожение еврейского населения имело место на Украине, Белоруссии, Прибалтике. В городе Риге проживало до немецкой оккупации около 80 тысяч евреев. К моменту освобождения Риги Красной Армии там осталось 140 евреев. Нет возможности перечислить во вступительной речи преступления, совершенные подсудимыми против человечности. Советское обвинение располагает значительными документальными материалами, которые будут предъявлены суду. Господа судьи, я выступаю здесь как представитель Союза Советских Социалистических Республик, принявшего на себя основную тяжесть ударов фашистских западщиков и внесшего огромный вклад в дело разгрома гитлеровской Германии и ее сателлитов. От имени Советского Союза я предъявляю подсудимым обвинение по всем пунктам статьи 6 Устава Международного военного трибуната. Вместе с главными обвинителями Соединенных Штатов Америки Великобритании и Франции я обвиняю подсудимых в том, что они подготовили и осуществили переломное нападение на народы моей страны и все свободолюбивые народы. Я обвиняю их в том, что развязывая мировую войну в нарушение основных начал международного права и ими заключенных договоров они превратили войну в орудие массового истребления мирных граждан, в орудие грабежа, насилий и разбоя. Я обвиняю подсудимых в том, что объявив себя представителями ими измышленной расы господ, они всюду, куда проникала их власть, создавали режим произвола и тирании. Режим, основанный на попирании элементарных основ в человечности. Теперь, когда в результате героической борьбы Красной Армии и союзных войск гитлеровская Германия сломлена и подавлена, мы не в праве забывать о понесенных жертвах, не в праве оставить без наказания виновников и организаторов чудовищных преступлений. Во имя священной памяти миллионов невинных жертв фашистского террора, во имя укрепления мира во всем мире, во имя безопасности народа в будущем, мы предъявляем подсудимым полный и справедливый счет. Это счет всего человечества, счет воли и совести свободолюбивых народов. Пусть же свершится правосудие. Спасибо.